Еще год назад дети учились в школах украинского Крыма. Сразу после аннексии полуострова школьники и их родители оказались на распутье. Или продолжать учебу по законам России, или уезжать на материковую Украину. Последних немало. Прошлый учебный год школьники заканчивали по украинской программе. С сентября 2014-го крымские школьники учатся по российским стандартам. Как говорят взрослые, дети сейчас очень загружены. Например, если раньше ребенок по русской литературе учил одно-два стихотворения в неделю, то сейчас новое стихотворение нужно учить практически каждый день. По два стихотворения учим. Сегодня нам задали очень много уроков. Все уроки, шесть уроков. Раньше мы учили по два на маленьких, а сейчас мы где-то на две страницы учим стихи. Ну, в украинской как-то полегче было. Кроме того, ученикам приходится переориентироваться на новые непривычные предметы. Например, такие, как история России, военная подготовка и основы религиозной культуры. Основы религиозной культуры у нас появились. Раньше была я и Украина, а сейчас у нас окружающий мир стал. Информатика у нас была в пятом классе, когда мы были Украиной, а в шестом классе, когда мы стали Россией, у нас не было. Стало все сложнее, и как-то оно все быстро перешло. Вместо 12-бальной системы оценивания крымчане снова вернулись к прежней – пятибальной. Этот переход, по мнению педагогов, может негативно сказаться на мотивации учащихся. Проблема еще в том, что меняется содержание информации, к чему привыкли дети, что им преподавали. Это не может пройти мимо психики детей, которые должны переучиваться или учиться по-новому. Однако новые предметы и система оценивания, а также большая нагрузка – это не единственные сложности для школьников Крыма. Так, согласно российским законам, теперь выпускники крымских школ будут сдавать единый государственный экзамен вместо привычного для украинских детей тестирования. Исключение сделано только для выпускников прошлого и этого года. Есть возможность выбора вида контроля знаний.